Закончился учебный год. Для кого-то из ребят наступили долгожданные каникулы, выпускники сдают экзамены, а для тех, кто остался на лето в Воркуте, в школах организовали специальные рабочие бригады. Наша съемочная группа побывала на торжественном открытии трудового лета 2014. Наш девиз! Мы без удоверения готовы, праздничьи, сиди, стропы, чтоб красивой стала школа, чтоб тепломней было жить! Нам песня «Строить и жить» помогает, пели в советские времена. А теперь девиз будет воодушевлять ребят. Все они ученики школ города и поселков. За 21 день им предстоит поработать над благоустройством территории возле своих учебных заведений, парков и скверов. Трудовые бригады организуются для того, чтобы приобщить деток к труду. Помимо этого, с ними будут проводиться разные культурно-массовые мероприятия. За смену дети получат где-то в районе 3700 рублей. Данные деньги будут выделены из местного бюджета, и республиканского. Всего за лето будут работать две смены трудовых бригад. Первая начнется 2 июня. 630 ребят получат хозинвентарь и средства защиты. Работа в трудовой бригаде – это еще и возможность ребятам получить свои первые деньги. Я впервые за 5 лет остался в Оркуте и решил помочь своей школе, ну и заработать на себя денег. Трудиться школьникам придется немного. Тем, кому не исполнилось 16, в день разрешено работать 2,5 часа. Ребятам постарше – 3,5. Но проверить их готовность к трудовым подвигам решили в спортивных состязаниях. Сначала разминка. Ребят поделили на 4 команды. В первом конкурсе им предстояло показать мастерство фигурного владения метлой. Это важный навык для их будущей работы. Следующее испытание – эстафета с совком и воздушным шариком. Тоже нелегкое занятие. Это поможет ребятам подружиться и стать настоящей командой. В августе по итогам летней работы в Сыктывкар на слет лучших трудовых бригад поедут ребята одной из школ в Оркуты.